МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как всегда, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире. В Украине, в Одессе. Саудовская Аравия. Глава государства выпустил из тюрьмы принцев, посаженных туда за коррупцию. Причем, чтобы выйти, принцы возместили ущерб, причиненный государству, в сумме 107 миллиардов долларов США. Ну, наверное, там, в тюрьме, тоже повесили наш плакат на свободу с чистой совестью. Вот интересно, а сколько можно было бы собрать с наших свинопасов из Верховной Рады за выход из тюрьмы? Ну, думаю, не меньше, чем с принцев. В Польше. Сенат проголосовал за запрещение так называемой бандеровской идеологии в Польше. Ну, с одной стороны, это их право решать в своей стране, что хорошо, что плохо. С другой стороны, конечно же, это не способствует дружеским отношениям между нашими странами. Северная Корея. Там постоянно проживает единственный человек, гражданин Российской Федерации. Так вот, специально для него, одного, к выборам президента России, которые должны состояться 18 марта, в Северной Корее готовят избирательный участок для единственного гражданина Российской Федерации. Чтобы он смог проголосовать, там будет урна, там будет бюллетень, наверное, комиссия будет сидеть, чтобы не было фальсификации. Слушайте, это ж надо какая любовь между Ким Чен Ыном и Путиным, понимаете? Не поженились бы в итоге, потому что удивительно. Венгрия подарила Закарпатской области Украины 8 тысяч доз вакцины от корей. Знаете, я когда это узнал, я просто воскликнул. Да здравствует медицинская реформа Украины. Организация Объединенных Наций считает, что на сегодняшний день в нашей стране проживает не 52 миллиона граждан, как было до того, как мы стали независимыми, а всего на всего 44 миллиона. И прогнозируют, что в 2050 году в Украине вообще останется 35 миллионов человек населения. Я думаю, что сегодня где-то миллионов 35-38. Что будет дальше? Конечно же, печальная статистика. Одна из активно обсуждаемых тем в соцсетях – это отдых Порошенко и Луценко за границей. Ну, один на островах Майдивских, другие на Сейшельских. Ну, и Аваков, собственно говоря, в Риме отдыхал. Вообще, когда-то говорил, что Италия – это моя любимая страна, я-то думал, что Украина. Оказывается, нет. Вы знаете, мне кажется, что если они так любят все острова, лучше было бы им всем собраться отдыхать на острове Змеиный. Как-то так это более всего подходит для них. Очень интересен брифинг министра внутренних дел Авакова об итогах работы МВД, полиции за 2017 год. Он сообщил, что количество зарегистрированных преступлений сократилось на 14%. Знаете, я знаю, что такое статистика. Я в свое время руководил уголовным розыском и итоги подводил, и на совещаниях участвовал. И вот меня заинтересовало то, что сказал Аваков. 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений. А от какой цифры сократилось оно на 14%? От 100 тысяч зарегистрированных, от миллиона зарегистрированных. Эта информация от нас скрыта. А сколько незарегистрированных, а сколько преступлений вообще совершено, предупреждено. Ну, незарегистрировано, потому что люди не доверяют полиции и не верят в то, что будет какой-то результат. Поэтому эта цифра липовая. Дальше он сообщил, что стало меньше разбоев на 25%, что стало меньше грабежей на 35%. В общем, опять же, от какого числа? Сколько было разбоев до того? Я помню, что в 2016 году он говорил, что преступность повысилась на 40%. Сейчас все меньше и меньше. Не верьте этой информации, потому что они скрывают от нас истинное положение вещей. Сегодня, я думаю, что раскрываемость преступлений в Украине не более 12-15%. И это еще при том, что очень многие о преступлениях не заявляют. Вы представляете, кто такой Аваков вообще? Аваков – это человек, ну, я не знаю, если даже вот Янукович. Янукович хотел его в тюрьму посадить за украденные 280 миллионов гривен, когда Аваков руководил Харьковской областью. Такие, как Янукович и другие блатные, они в основном не любят так называемых крыс в своей среде. Поэтому, наверное, Янукович и возбудился по отношению Авакова. А что касается его выступления, то мне напоминает это выступление монолог Хазанова. Раз существует Министерство внутренних дел, значит, существует и преступность. Сейчас в среднем по стране опасно выходить на улицу с без 15,8. В среднем. В крупных городах опасно выходить без 28, без оружия. В мелких городах и деревнях лучше с оружием, но вообще никуда не выходить. Преступность сейчас удалось стабилизировать. Даже когда перевели время на час. И думали, что будет опасно выходить с без 15,9. Грабить продолжают с без 15,8. Это хорошо. Вообще, надо сказать, работаем в тяжелейших условиях. Вот был случай. В упор среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал. Это заказное убийство. Его отпустили, конечно. Они все равно все нераскрываемые. Нет доказательств. То есть, знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем, кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Знаете. Вот еще случай. Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее. Один очень высокопоставленный чиновник теряет очень большую сумму очень казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу. Деньги он теряет в Москве. А находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице. А нашли их в банке. Потерял в 96-м году. А счет в банке открыт в 93-м. Не за что зацепиться. В Киеве прошел смотр и вручение знамен так называемой национальной дружине. Это некое новое формирование для нас. Служу украинской нации. Служу украинской нации. Служу украинской нации. При вручении знамен каждый из командиров произносил следующую фразу «Служу украинской нацией». И у меня сразу возник вопрос, а другим нациям как служить не будете? Что будете делать с русской, польской, еврейской, гагаухской, армянской, венгерской, азербайджанской, другими нациями, представители которых являются гражданами Украины, такими же гражданами Украины, как эти вот дружинники. И далее командир этих дружинников заявил следующее. «Мы не боимся применять силу, чтобы установить украинский порядок». Опять же вопрос, а что такое украинский порядок? Он будет отличаться от нового порядка, который установили фашисты на оккупированных территориях в 1941 году? Штурмовые отряды в Германии тоже создавались рёмом и Гитлером, якобы для наведения порядка в стране. И, кстати, были так же хорошо экипированы, как и национальные дружины. Когда-то был анекдот, что Моисей водил евреев 40 лет по пустыне. И возник вопрос, а кто оплачивал мероприятие? Вот интересно, а кто это всё оплачивает? Прекрасная форма, знамён, деньги неработающим, транспорт для передвижения. Сегодня я ещё не знаю, кто оплачивает эти отряды, но знаю, чем это всё кончается. Почитайте материалы Нюрнбергского процесса или хотя бы книгу «Братьев Стругацких. Трудно быть Богом». Президент Порошенко в Довосе дал интервью Бломбергу. И он сказал следующее. «Я держу пальцы скрещенными и надеюсь, что мы получим транш от МВФ, как и мой парламент, моё правительство и мой народ». Замечательная фраза. Я только не понял, какие пальцы он скрещенные держит, рук или ног, но это не важно. В общем-то, вот эти вот... Мой парламент, мой народ. Мне кажется, я уже где-то это слышал раньше. Вы видите перед собой мощный коллектив самодельных талантов, в основном в прощенных ведрах. Модель системы, благодаря моему чуткому руководству. Тут очень интересная информация, как одесская мэрия продавала нежилые помещения. Они так быстренько, быстренько по 200 долларов за метр, понимаете? Вообще, так сказать, на рынке недвижимости – это всё другие суммы. Ну, вы же понимаете, это в бюджет, это в карман. Ну, тут вот Приморский район, Пальм, держит первенство по поводу продаж городской собственности. Королёв, председатель администрации. Смотрите, средняя цена, у них за метр 228 долларов. Они продали 3970 квадратных метров. Киевский – там 923 квадратных метра, Малиновский – тысячу с половиной квадратных, Суворовский. Ну, там цены другие. 160 долларов в метр в Киевском, 150, 170. В общем, себе и своим друзьям они всё это продают по дешёвке и быстро-быстро-быстро, понимая, что ничего вечного нет. Ну, слава богу, прокуратура уже как-то сдвинулась с места Луценко, настоял суд, арестовал ряд объектов в Одессе, незаконно проданных и украденных, по сути дела, у города. Посмотрим, чем это всё закончится. Я надеюсь, это закончится для многих тем, чем и должно закончиться, в общем-то, приговором справедливым. Но мы уже говорили на эту тему, что город грабят так, как никогда этого не делали даже румыны, по-моему, во время оккупации. Один из наиболее задаваемых вопросов, вот и нашу редакцию, вернётся ли Труханов? Ну, и везде в транспорте слышишь разговор, а вернётся, не вернётся. Послушайте, все средства массовой информации как-то так тупо считают, сколько дней он отсутствует. Всё время там 39, 40, 41, 42. Ну, хоть календарь вывешивай уже, наверное, по телевидению, потому что это же невозможно. Он отсутствует с 18 декабря, чтобы вы это всё понимали. И на сегодняшний день, сегодня 1 февраля, реально его нет в городе 45 дней. И все мучаются вопросом, вернётся, не вернётся. Ставки ещё не делаете у букмекеров? Потому что ж постоянно одни и те же разговоры. Послушайте, у Степанова даже спросили, а что делать, если Труханов не вернётся? Кто будет управлять городом? Знаете, что ответил Степашка? Я вам скажу сейчас. У Одессы есть избранный мэр, и он на следующей неделе вернётся. Хочу сообщить Степашке, что не вернулся. Так что прогноз оказался неверным по поводу избранного мэра. Возникает вопрос. А вот сколько можно терпеть весь этот цирк? В чём причина его отсутствия на работе? То в одну страну в командировку поехал, то в другую. Неужели решил весь мир объехать, как Филеас Фокк у Жюль Верна в его бессмертной книге «Вокруг света за 80 дней». Думаю, что причина его отсутствия другая. Труханов опасается ареста. И все это знают, собственно говоря. Интересно, вот что. Те, кто должен был прокомментировать это и рассказать, в какой ещё стране мэр миллионного города может позволить себе стоить длительное отсутствие. Вот все они молчат. А почему молчат? Молчат Тверсовет, губернатор, прокурор, депутаты Верховной Рады, Порошенко. Молчат и только дни считают. Молчат, потому что не знают, что делать. Пока мы тупо считаем дни его отсутствия, а они тянут время и ищут. Ищут замену Труханову. Им нужен послушный киеву кандидат, который будет воровать и отвозить долю в Киев. А те, кто не воруют, те непослушны, потому что не боятся. А Киеву нужен такой, который будет на постоянном крючке. И будет делать то, что прикажут. Ну, тут ведь всё понятно. Воришка должен дружить с центром. Местный воришка. А иначе долго не продержится. Кстати говоря, самым непослушным, а потому неугодным Киеву был Гурбец. Он был первым, кто поднял вопрос о декоммунизации, кто поднял вопрос об оставлении налогов в Одессе. И другие вопросы. Киеву это было как кость в горле. Причём при всех президентах. А когда Гурбец ушёл, они сами стали проводить эти идеи в жизнь. И по поводу оставления налогов, денег в городе. И по многим другим вопросам. За что говорили, что Гурбец, ну что ты это вот поднимаешь, тут волну и прочее, прочее, прочее. Я это хорошо помню. Я это хорошо помню. Понимаете, непослушные, вот они как-то так мешают, мешают ворам жировать за наш счёт. Так что вот эти ищут всё время послушных, ищут замену. Найдут ли? Вопрос. Я думаю, что во многом это зависит и от нас. От одесситов. Которые, я надеюсь, ещё остались в нашем городе. Я недавно даже вот видел одного. Вчера. Я сидел в машине возле Украинского театра на улице Конной. И мимо машины проходил весьма пожилой человек, лет так 78-75, может быть. Человек был явно болен, потому что он с трудом шёл, хромал. Как-то так вот и выражение лица у него было не очень радостное. А дед был очень скромно в кепке, в куртке. Проходя мимо машины, он вдруг свернул, так вот, а я был в бордюр уперт. Бампером он свернул и я думал, что он хочет подойти к машине, что-то попросить, и я открыл окно. А он, нет, он так подошёл к передней двери, нагнулся, я не видел, что он там делает. Потом он разогнулся, и я увидел, что он поднял с земли пустую пачку сигарет. Он её взял, прошёл ещё метров десять с ней в руке и бросил её в урну. Знаете, это какие-то остатки великой и трагической эпохи. Вот это старик с лицом уставшего человека от жизни. Я был как-то так, знаете, тронут этим всем. Я понял, что ещё же есть какие-то люди, есть ещё люди, которые не безразличны даже вот к этой мелочи. Человек хочет жить, сколько там ему осталось в чистом городе. Не поленился, с трудом наклонился, взял эту бумажку. Знаете, я до сих пор под впечатлением этого всего. я надеюсь, что таких людей ещё в городе осталось немало, и, может быть, эти люди, может быть, эти люди сыграют какую-то значительную роль в последующих выборах, которые обязательно должны будут произойти в нашем городе. на сегодня всё. До встречи на КПП. КПП.